В ракетные войска стратегического назначения поступают уникальные учебные тренажеры для подготовки военнослужащих. В Тейковское ракетное соединение такой тренажер поступил в прошлом году. Имитатор под названием К-595 используется для подготовки механиков-водителей, пусковых установок ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс». Увеличит скорость. Увеличит скорость. Этот тренажер создает для обучаемых абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивает моделирование штатных и нештатных ситуаций в масштабе реального времени. На данный момент вы можете наблюдать, как механик-водитель пусковой установки выполняет одно из зачетных упражнений курса вождения. На данный момент он двигается по тяжелым дорогам и бездорожью. Отрабатывает вопросы движения по шоссе, преодоления железнодорожных переездов, оврагов, пашня. То есть любые условия дорожные, которые только возможно, мы способны сымитировать на данном тренажере. Военные говорят, что сегодня такие тренажеры есть только в 161-й спецшколе техников РВСН в Астраханской области и в Тейкове. Для того, чтобы управлять пусковой установкой, будущие водители проходят двухлетнее обучение в этой спецшколе. А когда начинают служить в ракетных войсках, работают с тренажером такого типа регулярно. Эта модификация тренажера гораздо больше похожа на кабину водителя самоходных пусковых установок. Механики проводят на этих тренажерах каждые два месяца, отрабатывая технику вождения. Важность поступления учебных тренажеров объясняется особенностью подготовки ракетчиков. На учебных машинах довольно сложно отработать разного рода чрезвычайные ситуации. В отличие от учебной машины, здесь на тренажере мы сможем сымитировать то, что не должно случиться и, я надеюсь, никогда не будет на учебной, тем более боевой технике. То есть такие двигатели, как выход из строя двигателя, как подрыв машины на мини, как неисправность трансмиссии. То есть то, что мы не сможем сымитировать. Механики водителей должны ежемесячно накатывать на тренажерах не менее 30 километров. Навыки вождения отрабатываются на имитаторе пусковой установки на полигоне. Сама машина абсолютно идентичная, за исключением того, что на боевом агрегате за место этой бочки стоит ракета и за место парапета стоит оборудование. А так все абсолютно идентично. И специально выдерживается масса шасси. Соответственно, в бочку заполняется летом вода, зимой мешки с песком ложатся. Полноприводное восьмиосное шасси не только повышает маневренность пусковой установки, но и ее проходимость. Военные используют этот имитатор не только в качестве учебного пособия. 120 тонн веса позволяют эксплуатировать его в качестве тягача. Она как бы выполняет роль и учебного шасси, и как тягач. В аварийных ситуациях для эвакуации. В июле этого года официальные представители РВСН сообщили, что ракетные войска совместно с предприятиями промышленности планируют подготовить более 120 образцов учебных тренажеров для ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс». Тренажеры будут вводиться в эксплуатацию в Татищевском, Новосибирском и Козельском ракетных соединениях уже в этом году.